МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наверное, каждый хотя бы раз в жизни мечтал о том, чтобы получить огромное наследство. Но что бы вы его потратили? Португальский аристократ Луис Карлос де Наронья Кабралда Камара был богатым бездетным холостяком. Согласно его завещанию, его имущество, которое включало в себя 12-комнатная квартира в Лиссабоне, еще один дом в Португалии, два мотоцикла, один роскошный автомобиль и примерно 32 тысячи долларов США, разделят незнакомые люди, которых он выбрал случайным образом в телефонном справочнике за 13 лет до своей смерти. Но бывает, что за наследство разгорается нешуточная борьба. Люди спорят друг с другом, люди ссорятся, и в ход идут разные методы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я даже представить не могу, сколько наследников лишилось жизни из-за того, что еще кто-то претендовал на их права наследования. Вообще эта тема не очень хорошая. Множество судебных дел, множество проблем в семьях из-за наследства. Почему так возникает? Первая причина, потому что множество людей, когда они проживают свою жизнь, они не думают о том, что они могут внезапно скончаться или умереть. Поэтому вообще не оставляют никакого завещания. Соответственно, потом родственникам приходится что-то делить, и там возникает очень много проблем. Вторая причина — сами завещания могут быть достаточно странными. Там могут быть какие-то пункты, которые одних людей вводят в это наследование, других выводят оттуда. Из-за этого может быть очень много обид. Грязное это дело — наследование. И я хотел бы привести еще один пример, одну историю, которая произошла в Соединенных Штатах Америки. Вообще очень много информации есть о самой скупой, как ее называют, самой скупой женщине на Земле. Ее история жизни вообще удивительна. Она сама получила наследство и стала одной из самых богатых женщин в Америке. Ее звали Ганриетта Робинсон. Родилась она в 1835 году в городе Нью-Бэтфорд, штат Массачусетс. В 1864 году ее отец умер, оставил ей наследство в размере 7,5 миллионов долларов. Если посмотреть на современные условия, то это приблизительно может равняться 107 миллионам долларов в пересчете на 2010 год. И уже тогда начала проявляться невиданная скупость этой женщины. Представьте, получив такое огромное наследство, она решила судиться со своей тетей, которая завещала 2 миллиона долларов на благотворительность. Как она это сделала? Она подделала документы, доказывая, что она имеет право наследовать эти деньги. В итоге суд разобрался в этой ситуации, понял, что документы подделаны, и те 2 миллиона долларов пошли на благотворительность. И в дальнейшем в жизни этой Ганриетты Робинсон было много удивительных историй. Она практически никогда не стирала свою одежду, стирала только те кусочки платья, которые были грязными для того, чтобы экономить мыло. А когда её сын заболел, она не дала денег на больницу, и из-за этого ребёнку ампутировали ногу. Ужасная история, ужасная жадность. Именно когда появляются деньги, возникает очень много проблем. Люди открывают свои истинные черты характера. Именно поэтому с наследованием связано так много грязных историй. Давайте немножко разберёмся по поводу всей нашей планеты. Что там есть, что кому принадлежит и почему. С библейской точки зрения это выглядит так. Псалмопевец говорит в 23-м псалме в 1-м тексте «Господня земля, и что наполняет её? Вся Вселенная и всё живущее в ней». Действительно, Священное Писание Библии говорит о том, что Бог создал эту землю. Он создал все ресурсы, Он создал воду, Он создал сушу, деревья, животных. Поэтому только Он является владельцем этого огромного-огромного богатства. И действительно, наша планета — огромное богатство. Многие тысячелетия мы все пользуемся её благами. И Земля по-прежнему растит траву, растит разные овощи, фрукты. В водах по-прежнему много рыбы. Хотя действительно, экологическая ситуация очень и очень сложная. Человек убивает планету. Но по самым скромным подсчётам, в водах современного океана обитает около 2 миллиардов тонн рыбы. Вы можете представить такое количество? Совокупная площадь мировых пахотных земель составляет почти 2 миллиарда гектаров. А ещё полезные ископаемые и многое-многое другое, то, что есть на этой планете. Нам это дано, мы это не купили, мы это не заработали. И действительно, когда мы смотрим на это всё, мы открываем ещё одну истину о Боге. Бог не жадный. В отличие от многих людей, Бог не является жадным. Он не забрал всё себе, Он не дал человеку маленькую часть, сказал, только этим пользуйся, а это не трогай. Человек, который поселился на этой планете, по милости Бога, который был создан им, он получил в своё управление огромное-огромное богатство. Всё в этой планете получает и отдаёт назад. Это великий принцип, который заложен во всей нашей Земле. Посмотрите, это удивительный принцип. Вода течёт и потом возвращается к своему месту. Есть круговорот воды в природе. Земля также имеет определённые циклы, и мы видим, что всё в этой планете оно отдаёт, чтобы потом получить назад. Единственный человек, некоторые люди, а если честно сказать, может и все мы, мы очень многое получаем, но не хотим отдать назад. И в этом мы можем быть похожи на Мёртвое море. Я думаю, что многие из вас знают, что Мёртвое море — это бесточное солёное озеро на Ближнем Востоке. Почему оно называется бесточным? Потому что туда втекают две реки, но из этого моря ничего не вытекает. Там есть ещё некоторые пресноводные источники, и по последним данным в Мёртвом море в районе этих пресноводных источников есть какая-то жизнь, примитивные какие-то существа. Но в целом это море, оно без рыб, оно без всякой жизни, потому что туда только втекает, но ничего оттуда не вытекает. Таким образом, оно очень солёное, и жизнь там не может существовать. Подобно этому бывает и в жизни человека. Он только если получает, только если питается определёнными благами, если пользуется определёнными благами и ничего не отдаёт. Что-то с ним происходит, что-то происходит внутри его. Человек-управитель, менеджер. В прошлых встречах мы уже говорили о том, что сатана посягнул на Божье правление, что в мире началась борьба добра и зла. И первая книга «Бытие» рассказывает нам о том, как человек потерял своё управление и как он поддался на искушение почувствовать себя в роли хозяина. Ему хотелось новых знаний, ему хотелось чего-то большего, и он стремился к этому. Когда человек поддался на уговоры сатаны, он не только не обрёл статус хозяина, он и потерял свой статус управителя, главного управителя на этой земле. И мы видим, что сатана стал князем этого мира. Всё это подробно описывает книга «Бытие». Я ещё раз хотел бы обратиться к тебе, мой друг, и порекомендовать. Прочитай Библию. В Библии очень чёткий, истинный ответ на место человека на этой планете. Кто является хозяином всей этой планеты? Что происходит с этой планетой? Почему мы так живём? Вот что повествует нам Священное Писание. Вот как оно говорит о том, кто стал управителем этого мира после человека. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». В этом тексте из Евангелия от Иоанна Иисус Христос как раз и определяет и говорит, что после грехопадения человека князем этого мира стал сатана. Но в этом тексте есть и радостная весть. В этом тексте говорится, что владычество этого князя приходит к концу, ему будет положен конец. Об этом свидетельствует Священное Писание. Как я уже говорил ранее, исход этой борьбы ясен. Нужно только дождаться его завершения. Это славная надежда всех христиан. Чем же занимался сатана всё это время, будучи князем этого мира? Губил, убивал, уничтожал людей. И когда на эту землю пришёл Иисус Христос, истинный наследник, он старался его уничтожить. Я хотел бы показать некоторые способы, как он это делал. Чаще всего сатана использовал людей, которые вмешивались в историю, пытались каким-то образом помешать Божьему плану. Вы помните, что когда Иисус Христос родился, был злой царь Ирод, который для того, чтобы убить предполагаемого будущего царя, он уничтожил младенца в Вифлееме. Страшная трагедия, которая принесла боль материнским сердцам. Иисус Христос, благодаря вмешательству ангела, смог избежать этой трагедии. Но это были дела сатаны. Именно так он пытался убить Иисуса Христа. Дальше. Люди пытались скинуть Иисуса Христа со скалы. Ещё один отрывок из Евангелия, который описывает ещё одну попытку сатаны проявить своё лицо, убивать, грабить, уничтожать и делать другие злые дела. Ну и, конечно, духовные лидеры, духовные и политические лидеры того времени, которые планировали убить его. Именно о них Иисус рассказывает притчу о злых виноградарях. Эта притча записана в Матфея, 21 главе, и мы будем её вместе с вами читать. Она очень интересная. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнёс его оградою, выкопал в нём точило, построил башню и отдал его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградаре, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник, пойдём убьём его и завладеем наследством его». В этой небольшой притче описывается печальная история избранного народа, политические и духовные лидеры которого отвергли Мессию. Да, они убили наследника. Но кто-то из нас скажет, а при чём тут я? При чём я к этой истории? Это не единственная притча в Священном Писании, которая показывает место человека во всей этой проблеме. Другие истории, другие притчи показывают, что не только политические и духовные лидеры были управителями, не только им Бог доверил управление некоторыми благами и некоторыми делами. Друзья, каждый из нас является управителем. Каждый из нас от Бога получает что-то в управлении. Это и наше время, это и наши ресурсы, это и наши таланты, возможности, которые у нас есть. Как вы думаете, как человек распоряжается этими возможностями и талантами? На основании Священного Писания и на основании того, что мы видим в реальной жизни, мы можем сказать, мы все воры, мы все коррупционеры. Особенно это хорошо видно в притче, которая записана в Евангелии от Луки в 16 главе, где написано, что каждый человек, который приходит на эту землю, он в конце концов видит, что он управлял неправильно, что он допускал очень много ошибок и что Господь может спросить за такое управление с него. Какое решение примет этот человек? Друзья мои, каждому из нас дано большое богатство. И духовные, и политические лидеры, и многие люди, которые тогда распинали Иисуса Христа, они приняли решение, неправильное решение, убить наследника. Но вот что пророк Исаия говорит о роли каждого из нас в этой ситуации. Когда мы читаем эту книгу, мы видим, что пророк говорит и о нашей вине, о том, что и мы участвовали в этом процессе. Как это? Давайте прочитаем вместе. Книга пророка Исаия, 53 глава. «Он был презрён и умолён пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо своё. Он был презираем, а мы ни во что ставили его». И дальше пророк продолжает. «Но он взял на себя наши немощи, понёс наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижён Богом. Но он извязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нём, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». И чуть дальше апостол Пётр, уже в Новом Завете, говорит очень чётко и ясную истину, потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Так всё-таки подумай, друг, есть ли наше участие в этой истории о злых виноградарях? И мы тоже приняли решение убить наследника. Но когда мы дальше исследуем Священное Писание, мы видим, что хозяин оказался удивительным. Сама история очень интересно разворачивается. Если вы дальше будете читать продолжение притчи, Иисус Христос обращается к людям и говорит им, «Как вы думаете, что сделает хозяин с этими виноградарями?» Люди отвечают, «Ну, конечно, логично поступить так, прийти и предать их злой смерти. Они слух его убили и в конце концов убили наследника. Конечно же, нужно всех их наказать». Но мы видим, что на самом деле, когда мы исследуем историю Евангелия, когда мы исследуем историю Иисуса Христа, говорим о его жизни, смерти и воскресении, мы видим, что Господь прощает, прощает людей, которые посягнули на святое. Действительно, это мы убили наследника, мы забрали богатство. Я уже говорил, что Бог нежадный, Бог нежестокий. Он не послал Сына Своего, чтобы Он посмотрел на нашу жизнь здесь и сказал, «Да, я вижу, люди живут плохо, они плохо распоряжаются тем, что Ты им дал, давай накажем их». Господь послал Сына Своего для того, чтобы нам получить спасение. Заканчивая притчу о злых виноградарях, Иисус ещё раз показал, что да, она относится к духовным и политическим лидерам того времени, которые приняли решение распять Иисуса Христа на Голгофе, которые примут решение распять Иисуса Христа на Голгофе. Но если исследовать Евангелие, если читать апостолов, мы видим, что это относится к каждому из нас. Итак, мы видим, что Господь прощает тех, кто причинил ему боль, тех, кто убил наследника. Но дальше Евангелие начинает повествовать ещё об одной удивительной истине, которая просто невообразима. Вы это не встретите больше нигде. В Священном Писании мы начинаем читать о пути усыновления. Вы можете себе это представить? «Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть Сыны Божии, потому что вы не приняли Духа рабства, говорит Библия, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которому и взываем, а воочи. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Подумайте, какая чудесная весть! Господь усыновляет и Господь делает нас наследниками. Действительно, в дальнейшем в Священном Писании мы ещё читаем Послание к Ефесянам в 1 главе с 11 по 14 текст. «В нём мы сделались наследниками». Вы можете в это поверить? Унаследовали богатство, унаследовали то, что даёт нам Иисус Христос. Есть всего несколько историй на земле, которые вообще описаны, когда люди прощали тех, которые делали им что-то плохое, делали что-то злое, а потом ещё и усыновляли их. Одна из таких историй произошла давным-давно в Абхазии. В этой истории повествуется о пожилом человеке, о старике, который сидел в дворике возле своего дома и ждал своего сына после работы. И вдруг он увидел, как идёт какая-то погоня, кто-то бежит к его домику, к его двору, забегает молодой человек лет 18 и просит его «Спрячьте меня, за мной гонятся люди». Старик действительно спрятал его, потом прибежала толпа людей и сказала, что здесь мы ищем убийцу, который только что в другом селении убил другого человека. Старик не выдал этого молодого юношу и только потом он узнал, что убили его собственного сына. Как вы думаете, что он должен был сделать? Он должен пойти в то место, там, где прятался этот юноша и просто убить его, отомстив за смерть своего сына. Но что-то случилось в сердце этого старика. Он посмотрел на этого юношу, он увидел, как тот дрожит от страха, он узнал, что у него не было семьи, что он был с очень неблагополучной семьей и в пылу ссоры убил его сына. И что-то случилось в сердце этого старика, и он сказал, «Оставайся, живи здесь. Я вижу, что внутри ты неплохой человек, ты допустил огромную ошибку, ты причинил мне ужасную боль, но в тебя нету родных, в тебя нету близких, у него была только одна маленькая сестрёнка. И этот старик принимает этого юношу и его сестрёнку и воспитывает их, как своих». Таких историй очень и очень мало. В основном люди, которые причиняют боль, они готовы отомстить, они готовы сделать что-то злое в ответ, но Господь так не поступает. Это удивительная истина Священного Писания. В Священном Писании говорится о том, что Бог не только прощает этих злых виноградалей, этих злых управителей, нас с вами, но ещё и усыновляет их, ещё даёт им наследовать вместе с Иисусом Христом. Но современный человек может очень скептически относиться к этим вестям. Вот вы говорите об усыновлении, вот вы говорите о том, что мы дети Божьи, почему я не чувствую ничего в моей жизни, мне так многого не хватает. Действительно, современный человек, который живёт в погоне за материальным, может ощущать постоянно нехватку всего. Нам не хватает времени, нам не хватает ресурсов, нам не хватает денег. И порой мы даже можем в гневе обращаться к небу и говорить, «Бог, если ты есть, ну почему я не вижу этого в своей жизни?» Это может быть очень много ещё разных ответов. Ещё в дальнейших темах мы будем говорить об этом, почему человек не всегда получает ответ на свою молитву. некоторые вещи не приносят нам блага. Некоторые дела, некоторые вещи, которыми мы хотим так обладать, они могут разрушать нашу жизнь. И Господь по мудрости своей, по своей справедливости не даёт нам этого, желая нам блага. Но, дорогой друг, то, что мы дети Божьи, это замечательная весть. Это позволяет тебе, когда ты обращаешься к Богу в молитве, в простой молитве, может, ты не умеешь молиться, может, ты своими словами пытаешься что-то сказать Богу, но ты можешь всегда начать с этого слова «Отец Небесный», «Мой дорогой Отец». И это важно. Это уже хорошее начало. Даже если ты не знаешь, что сказать дальше, когда ты обращаешься к Богу как к Отцу, ты уже не сирота в этом мире, ты уже не одинок. У тебя есть тот, к кому ты можешь обратиться за помощью. Именно об этом мы можем прочитать в замечательном обетовании, которое я приготовил для тебя лично. Это обетование записано в послании апостола Павла Кремленов. Вот что он говорит. Что же сказать на это? «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Здесь апостол открывает одну интересную истину. Он говорит, что когда ты принимаешь Сына Божьего, когда ты принимаешь Иисуса Христа, когда ты призываешь Его в свою жизнь и говоришь «Будь моим личным спасителем», когда ты принимаешь обетование о том, что мы дети Божьи, о том, что мы наследники, неужели ты думаешь, что Бог оставит тебя во всех остальных вопросах? Господь — Создатель всей Вселенной. Он — Хозяин всей этой планеты. У Него все богатства этого мира. Хотя человеку иногда кажется, что только Он владеет всем, только у Него все богатства, на самом деле они принадлежат Богу. Может, сегодня ты и не получил миллионного состояния, но подумай, вместе с Иисусом Христом ты получаешь намного больше. Ты получаешь жизнь и все благословения неба. Готов ли ты принять такой подарок? Готов ли ты вступить в наследство? В Библии кроется множество истин, которые мы не сможем полностью раскрыть в нашем проекте. Discover — простые и увлекательные уроки по изучению Библии, которые отвечают на жизненно важные вопросы. В чем секрет счастливой жизни? Почему Бог позволяет страдать и умирать? Что происходит с человеком после смерти? На эти и другие вопросы вы сможете найти ответ, заказав для себя и для своих друзей эти уроки по телефону 0800 30 20 20 в телеграм-канале или по электронной почте.